МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Который нужно будет вылить в кастрюлю и довести его до кипения. И пока мед будет вариться, нам нужно будет почистить 300 граммов фундука, который я предварительно пожарил в духовке. Я беру фундук в руки. Вот такими движениями очищаю фундук от кожи. Чтобы работа шла веселее, я обычно включаю музыку. Приятно готовить под радио Алла. Радио, которое поет. И теперь фундук нужно будет измельчить в блендере. Буквально несколько секунд, и фундук измельчился. Посмотрите, теперь нужно будет обжарить грецкий орех и также его измельчить. Теперь на раскаленную сковородку мы выкладываем грецкий орех и поджариваем его до золотистой корочки. Заметьте, что в грецкий орех мы не добавляем при жарке ни сливочное, ни оливковое масло. Для того, чтобы при измельчении орехи не склеились. Ну и после того, как мы орехи поджарили, теперь их так же, как и фундук, нужно будет измельчить в блендере. Не очень мелко, вот так будет достаточно. Ну и после того, как мед поварился немного, начинаем добавлять сюда орехи. Все это обжариваем в течение 1-2 минут. Ну и для того, чтобы эта масса потом легко застывала и быстро, нам нужно будет добавить 1 столовую ложку сахарной пудры. Это уже в самом-самом конце. Все это перемешиваем и снимаем с плиты. После того, как мы сварили мед с орехами, выкладываем всю массу на силиконовый коврик. Ну и теперь я приступаю к раскатыванию казинаки. Для этого мне потребуется скалка. Для того, чтобы она не прилипала к карамелью и орехам, нужно будет взять воду и смочить скалку водой. Итак, мокрой скалкой начинаю раскатывать. Казинаки раскатываем до толщины примерно 1 см. Теперь нужно будет переложить на деревянную доску. Переворачиваем, слегка еще подкатываем и начинаем нарезать. Сначала обрезаем края. Теперь нарезаем на вот такие полоски. Казинаки должны быть чуть теплыми. Если они полностью остынут, то, когда вы будете нарезать, они будут лопаться и крошиться, как обычная карамель. Нарезаем на квадраты. Теперь мне потребуется тарелка, на которую я буду выкладывать треугольники из кабинака. Всего наоборот 500 граммов меда и 600 граммов ореха. Одна столовая ложка сахарной пудры. Рецепт простой, поэтому вы можете взять его на вооружение и использовать для того, чтобы радовать своих домашних. Я надеюсь, что этот простой рецепт вы запомните и без труда приготовите. Ну а я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok